Ас-саламу алейкум варахматуллах варакятух. Уважаемый слушатель моего канала, в этом выпуске я хочу вернуться к вопросу военной операции России на территории Украины. То, что военные действия вооруженных сил Российской Федерации происходят не против Украины или украинского народа, а против коллективного Запада в лице стран НАТО, стало очевидным даже для самых неискушенных в вопросах политики людей. Посмотреть, какая волна нацистской русофобии прокатилась по западным средствам массовой информации. Западные страны, лицемерно проявляя заботу об Украине и украинском народе, поставляют ей не продукты и медикаменты, а только оружие и боеприпасы. Заботясь о нуждающемся мирном населении, все, так называемые союзники Украины, перекрыли возможность покидать зону боевых действий, закрывая свои границы, тем самым провоцируя гуманитарную катастрофу. Лицемерный Запад активировал все свои спящие ресурсы, в том числе и в России. Посмотрите на нашу бывшую элиту, льющую грязь на нашу армию и страну. Попыткой ударить спину нашим солдатам на фронте борьбы с нацизмом и Западной империей лжи. По-другому как предательством это не назовешь. Решение об отмене масочного режима выполнено буквально. Толерантные маски, в которых рядились многие, так называемые ура-патриоты, сброшены. Теперь видно, кто есть кто. У основной массы народа вызывает тревогу запущенные переговоры с нацистским режимом Зеленского. О мире и нейтральном статусе Украины. Приостановка боевых действий и попытка затягивания войсковой операции начинает попахивать новыми хасавюрскими соглашениями. Теперь понятна роль Рамзана Ахматовича Кадырова в зоне боевых действий. Он лично на себе испытал, как могут предательски ударить спину лживые миротворцы. Как особо доверенно испытанный воин, он направлен Владимиром Владимировичем Путиным в качестве командира заградительного отряда против возможного предательства по отношению к воюющей армии. От лица Ногаев и всех тех, кто уже потерял сыновей и близких на фронте борьбы с фашизмом, не только сегодня, но и во время Великой Отечественной войны, а также тех, кто продолжает борьбу на полях сражений, заявляем. Бандеровский питомник на Украине должен быть зачищен под корень. Все переговоры должны начинаться и заканчиваться только одним. Безоговорочная капитуляция. Хочу выразить Рамзану Ахматовичу Кадырову, вашим соратникам и единомышленникам, к которым относимся все мы, благодарность и поддержку за вашу великую миссию, ответственную гражданскую позицию и воинский подвиг. Теперь вы уже не пехотинец Владимира Владимировича Путина, а полководец нашей народной армии. Сейчас весь мир смотрит на вас надеждой и восхищением, что вы будете до конца с народом России и ее президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Рамзан сила! Аллаху Акбар! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...